После первого чтения бюджета в Думе Тольятти в начале ноября, согласительная комиссия отработала каждое направление. В результате цифры были скорректированы в сторону увеличения за счет поступлений из вышестоящих бюджетов. Бюджет бездефицитный, доходы равны расходам и составит более 10 миллиардов рублей. Мы продолжаем поддерживать молодые семьи. Мы, конечно, планируем поддерживать и семьи мобилизованных, и тоже на эти цели предусмотрели средства. Будет ли нам просто? Конечно, нет. Сможем ли мы решить все проблемы, которые стоят, и по поводу которых и жители нашего города справедливо обращаются к власти, критикуют ее? Думаю, что нет. Так быстро. Но поступательное движение в этом направлении, несомненно. Бюджет социально ориентированный. Моей главной задачей при его формировании было сохранить все социальные обязательства перед гражданами. Он еще будет корректироваться, дорабатываться в течение года. В части привлечения дополнительных доходов и дополнительного финансирования наиболее социально значимых расходных обязательств, к которым относятся, например, обеспечение жильем молодых семей Тольятти. Все абсолютно депутаты имели право приходить на согласительную комиссию, что они и делали, задавали свои вопросы, на них получали ответы. Также в течение всего года комиссии нарабатывали предложения в бюджет, и они также были рассмотрены и учтены. От политических фракций были также вопросы, и они тоже были учтены. Самая основная задача, которую мы перед собой ставили, сохранить социальную направленность бюджета, очевидно были, что основные расходы, обеспечивающие деятельность муниципальных учреждений, которые, в общем-то, и составляют основу муниципального сектора экономики, были в полной мере профинансированы. Считаю, что наше предложение, сокращение расходной части, пусть и были учтены частично, достаточно конструктивные, другие, надеюсь, будут также учтены. В первую очередь мы ставим задачи по привлечению средств из вышестоящих бюджетов. Если в предыдущие годы, 4-5 лет назад, наш город получал 4,6 миллиардов рублей, то в этом году мы получили порядка 12 миллиардов рублей в город Тольятти. И мы планируем эту работу продолжить и приумножить средства, привлеченные в город. На что? На замену лифтового хозяйства, на расчистку лесов, на рекультивацию свалок, на строительство школ и детских садов. И сегодня мы видим, что мы переходим из бюджета выживания к бюджету развития, и поэтому наша фракция его поддержала однозначно. Отдельно стоит сказать о муниципальном долге. На начало будущего года он составит около 67% и планируется, что снизится к концу года до 63%. Снижение долговой нагрузки происходит путем получения бюджетных кредитов и благодаря другим финансовым инструментам. За период нашей работы совместно с администрацией, совместно с коллегами, муниципальный долг существенно уменьшен. Мы начинали с 84%, сейчас запланировано порядка 60%. Это грандиозная победа всех в нашем месте. Мы работаем на данном направлении и полагаем, что он будет исполнен. Также депутаты приняли поправки в бюджет текущего года. Дополнительные средства, свыше 28 миллионов рублей, будут выделены, в частности, на жилье для детей-сирот. Среди других вопросов, которые обсуждались на заседании, развитие дорожной сети и благоустройства. Также шла речь о развитии Самарско-Тольятинской агломерации. Вопрос не праздный. Процесс агломерации экономически выгоден и в конечном итоге приносит дивиденды жителям. Если объединить усилия, территориям проще решать, к примеру, вопросы трудоустройства и повышения качества жизни. На федеральном уровне сейчас достаточно активно продвигаются тезисы, что именно с точки зрения эффективности развития агломерации на территории нашей страны будет оцениваться развитие муниципальных образований и участие тех или иных проектов с условиями финансирования из всех видов бюджета, прежде всего, из федерального уровня. На наш взгляд, даже та же «Ласточка», который объем пассажирских перевозок с пусками ее с автозаводской войны вырос на 12%, мы видим дальнейшую перспективу. Все, что будет способствовать тому, чтобы мы быстрее как минимум людскими ресурсами или другим обменивались, это будет хорошо. Очевидно, что Тольятти и Самара должны быть не конкурентами, а партнерами. В конечном счете, это делает доступнее объекты социальной инфраструктуры, которыми могут пользоваться все жители. А кроме того, повышает инвестиционную привлекательность территорий.